Позитивные тенденции сохраняются, несмотря на сложность общей экономической обстановки. Наш прогноз основан на большом прогнозе, прогнозе Минэконом развития Российской Федерации, в том числе с учетом прогноза по ценам на нефть, по доходам, по инфляции, которая также формируется и Центробанком России, и Министерством финансов Российской Федерации. Со своей стороны мы очень четко понимаем, что работа по созданию новых рабочих мест и непрерывное участие в привлечении инвесторов дает нам возможность не снижать занятость населения, не снижать наши показатели, особенно это касается сельского хозяйства, промышленного производства. Но есть, конечно, к сожалению, слабые места. Это необходимо увеличить, существенно увеличить объемы жилищного строительства для граждан, проживающих или хотящих приехать на территорию Тверской области. И второй аспект, то, что мы сейчас достаточно наблюдаем, это нехватка молодых специалистов. Это необходимость скорректировать работу высших учебных заведений, в том числе это касается медицины. Потому что одна из основных позиций, когда идет привлечение инвесторов в создание новых рабочих мест, это качество жизни и доступность в социальные сферы. Если с образованием у нас есть понимание, есть позиция, работа идет по созданию новых школ, то по медицине, конечно, главным ограничительным фактором является недостающее количество выпускаемых нашим высшим учебным заведением, Тверским государством и Центрическим университетом, кадров для Тверской области. Поэтому это одно из направлений, которое сейчас у нас будет тоже в приоритетном плане решаться. Существенные изменения, но прежде всего мы понимаем, что обращаясь к нашей молодежи, к тем, кто нам может сегодня решить вопрос с демографией, тем семьям, кто нам может увеличить количество граждан Тверской области РФ, у нас был фактор ограничительный, это 25 лет. И, к сожалению, не всегда сегодня в таком возрасте можно в семье родить трех детей, потому что есть необходимость устройства на работу, необходимость решения бытовых вопросов. По большому направлению консультации с нашими молодыми семьями мы приняли решение увеличить возраст участия в программе до 35 лет. Это первое. Второе, это для многодетных семей, где три и более ребенка, это возможность участвовать до 40 лет в этой программе. Ну и самое главное, это стабильность этой нормы, возможность планирования семьи, потому что мы понимаем, как минимум нужно 9 месяцев с момента принятия решения до появления в семье нового члена семьи, нового ребенка. Мы планируем, что эта норма будет закреплена на 5 лет, потому что те семьи, которые примут решение получить возможность компенсации в ипотеке, хотел бы напомнить, что за первого ребенка мы выплачиваем 200 тысяч рублей, компенсации погашения ипотеки за при рождении второго ребенка 300 тысяч рублей и при рождении третьего ребенка 500 тысяч рублей. В общей сложности это получается 1 миллион рублей на погашение ипотеки для приобретения жилья. Кроме того, мы ввели условие, что семья может получать эту компенсацию в случае, если жилье по программе ипотеки приобретается в том муниципалитете, где зарегистрирована семья, где она проживает. Поэтому вот это увеличение возраста членов семьи, я думаю, даст большую возможность для участия нашей молодежи, тем нашим гражданам, кто хочет поучаствовать в программе улучшения демографии, возможности по улучшению своих жилищных условий. Один вопрос касался премии для молодых ученых. Кто и на каких условиях их может получить? Мы это ученые, которые будут свои научные разработки реализовывать для интересов нашего региона. Мы уточнили все требования, которые раньше были. Основные номинации это сельское хозяйство, промышленность, гуманитарные науки, точные науки. Ну и, конечно, два основных фактора, которые будут являться доминирующими. Это возможность промышленного применения научных разработок. И второе, это регистрация вот этих разработок, получение патентов, простым языком говоря, и регистрация интеллектуальной собственности на данные разработки вот этими молодыми учеными, которые будут участвовать в нашей программе.